Это одно из самых известных мест на планете. И одно из самых загадочных. О его существовании знают миллионы людей. Но единицы знают об его истинном предназначении. Поговаривают о странных байках, необычных огнях, озаряющих ночное небо. Пугающих шумах, взрывающих звуковое пространство. И даже о внеземных формах жизни. Государство отрицает существование этого места. Но сейчас команда независимых экспертов и следователей намерена докопаться до истины. Что они прячут? Кого защищают? Как далеко они готовы зайти, чтобы скрыть секреты зоны 51? Непознанные миры. Зона 51. Непонятно, почему они отрицают, что она есть. Зона 51 не похожа на другие военные базы США. Этот объект высокой секретности находится в пустыне Невада и окружен стеной скалистых гор. Защищенных непроходимым кольцом охраны, не допускающей незваных гостей и, как пишут, надзора правительства. Доклады о развитии авиации предполагают, что здесь, возможно, проходят испытания антигравитационной силы, революционной авиасистемы, больше относящейся к научной фантастике. Возможно, Чак Кларк – крупнейший специалист по зоне 51. Будучи профессиональным астрономом и авиатором-любителем, он всегда интересовался этой базой. И пусть США уверяли, что это лишь место испытаний самолетов. Крошечный городок Рейчел – ближайшее к зоне 51 место, куда обычно удается подобраться. Она известна своими заявлениями о появлении НЛО, но многие думают, что правительство поощряет эти слухи, чтобы лишний раз скомпрометировать сторожевых псов. Чак Кларк построил домашнюю базу, чтобы постоянно следить за деятельностью зоны. Сегодня он встречается с командой специалистов, чтобы, используя все законные средства, провести максимум полевых исследований этой легендарной базы. Их задача – за 24 часа сделать подробное исследование зоны 51 и обнаружить то, что государство скрывало за стенами этой секретной военной базы. Так, ребята, это зона 51. Вот снимок базы со спутника. Он дает нам общий вид базы. Каждый принес с собой уникальный набор знаний и навыков. Гай Норрис – признанный авиакорреспондент. На протяжении всей карьеры он занимался секретными самолетами и авиабазами. Интересно, как вы видите, что на карте нет ни малейших указаний на взлетно-посадочные полосы. Для всего мира их здесь нет. Хотя очевидно, что на деле все обстоит совершенно иначе. Специалист по военным коммуникациям Боб Грофф изучал радиосистему базы. Здесь действует несколько сотен частот. Я принес сканер и собираюсь проверить, так ли они осторожны. Майк Джонсон, частный детектив, он уже занимался этим. С безопасностью у них все в порядке. Будто там никого нет. Попадаешь в никуда. Он знает, что на военной базе высокой секретности охрана прекрасно вооружена. И они готовы применить силу, если кто-то зайдет на ее территорию. Для наблюдения за работой базы они делятся на две группы. Группа номер один отвечает за электронную поддержку. Майк и Боб обойдут базу по периметру и проверят, где ближайшая система безопасности. Они проследят за людьми с базы при помощи радиосканера. Для этого надо преодолеть колючую проволоку, пройти мимо караула и прослушать территорию зоны. Команда номер два отвечает за наблюдения. Чак приведет Гая на вершину горы Тикабу. Это место дает хороший обзор базы, не занятой военными. В этот раз его телескоп будет обращен не к звездам, а к зоне 51. Это очень важно для Чака, хотя он уже не раз фотографировал зону 51. Чак переехал в крохотный Рейчел 10 лет назад. Здесь он следит за военными самолетами. И со временем он пришел к выводу, что зона 51 живет по своим собственным правилам, далеким от наших. Вне закона. Недавно Чак понял, как работает их система безопасности. Как-то раз он, гуляя по пустыне, неожиданно наткнулся на нечто, напоминающее обломки разбившегося самолета. Я нагнулся, вытащил их из песка и увидел антенну, вставленную в землю. Расчистив ее, я понял, что это передатчик с проводом. Чак обнаружил детектор движения отнюдь не на территории зоны 51, а в нескольких километрах от периметра секретной базы. Он предположил, что датчики скрытого наблюдения установлены повсюду, чтобы можно было наблюдать за жизнью обычных людей. У них есть 40-километровая буферная зона, и чем дальше, тем сложнее подойти. Я не понимаю, зачем ставить датчики так далеко. Я находил их в соседней долине. И в 13 километрах от зоны, в километре от автомагистрали. В полной решимости Чак сотрудничает с Джорджем Кнаппом, журналистом, собирающим информацию об этой зоне. Мы полчаса искали первый датчик, а потом нашли второй. Это ваш передатчик. Механизм замедленного действия. Понимаете, ведь это государственная безопасность. Они обнаружили больше дюжины датчиков, установленных для передачи информации в зону 51. Астроном на пенсии, солдат 7-й бронетанковой дивизии, Чак Кларк наблюдает за секретной базой. Пока истории Джорджа поражают мир, дело Чака продвигается. Он придумал, как сделать лазейку в колючей проволоке и просочиться на территорию зоны, не будучи пойманным. Для этого ему надо преодолеть 800 километров до Денвера, в Колорадо. Здесь, в этом неприметном здании, та же технология, что изначально была создана владельцами зоны 51. И теперь Чак может поменяться с ними ролями, наконец взглянув, что творится внутри. Космическая съемка — это компания, владеющая первым в мире коммерческим спутником высокого разрешения «Айконес». Он делает круг вокруг Земли каждые 98 минут, выдавая настолько точные съемки, что на них виден даже капитолий зоны 51. Чак, почему тебя интересуют зоны 51? Я давно сюда переехал, и когда я отрывался от звезд и неба, сразу направлял объектив на базу. Уверен, они были этому рады? Конечно, рады. С помощью фотографий из космоса команда может собрать точную трехмерную модель зоны 51. Правительству США это может не нравиться, но они не могут остановить съемки из космоса единственную возможность Чака попасть на территорию базы. Боже мой. Узнаешь этот снимок? Место знакомое, но с другого угла. Это зона 51. Теперь мы можем прилететь даже вот здесь. Фантастика. У меня есть фотографии крыши и фасада, но я никогда не видел само здание. Смотрите, песок, но я не могу определить, когда здесь приземлялся самолет, давно или, может быть, вчера. Это может быть только обманка. Эти мерзавцы на базе могли додуматься и до такого. Эта информация доступна? Я вроде младшего брата, который шпионит за старшим. Знаешь, когда долго наблюдаешь, многое становится ясно. Там действительно такие строгие меры безопасности. Пожалуй, еще строже. Датчики, установленные за много километров от самой зоны, они наблюдают задолго до того, как ты подойдешь к зоне. Надеюсь, я не пропаду без вести после этой передачи. Надеюсь, что нет. Чак сделал в Денвере все, что мог. Он сразу отправляется в путь, чтобы поделиться своими находками с остальными. Пока Чак изучал зону 51 изнутри, федеральное правительство нанесло ответный удар. И, как он скоро узнает, серьезный удар. Мой друг из ФБР позвонил мне и спросил, какого черта я лезу в зону 51, и предупредил, что они вот-вот нагрянут. Я знал, что у Чака будут неприятности. Далее, ответ старшего брата. Я увидел полицейских, у них были значки ФБР. Они встретятся лицом к лицу со служащими зоны 51. В глухой пустыне Невада расположена зона 51 – место военных испытаний. Она ограждена от посторонних глаз с 40-километровой буферной зоной, горами и недоружелюбным рельефом. Две группы исследователей ведут наблюдения, записывая все, что видят и слышат. Если все пойдет по плану, и органы безопасности не вмешаются через 24 часа, они произведут разведку. Глава команды Чак Кларк и эксперт по авиации Гай Норрис разобьют лагерь на вершине, вооружившись телескопом и камерой. Такое ощущение, что мы попали в никуда. 35 километров глуши. Это самое простое. Им предстоит два часа подниматься по отвесным скалам. Какая это высота? Где-то 2500 метров. Сейчас мы на высоте 2100. Мы здесь совсем одни. Да. Если сломаешь ногу или что-то еще, то у нас будут проблемы. Чак Кларк знает, что такое проблемы. С тех пор, как журналист КНАП рассказал о том, что тот нашел датчики вне территории Зоны 51, люди в черном решили преподать Чаку урок. Пока Чак изучал модель Зоны 51, агенты ФБР заявились к нему в гости. Агенты ФБР подтвердили, что прошлой ночью в Доме военного наблюдателя в городке Рэйчел у загадочной Зоны 51 был произведен обыск. У нас есть эксклюзивный репортаж. Мы узнали, что инициатором обыска были силы совместной борьбы против терроризма. Однако ФБР не сообщают, что было взято из дома Чака Кларка. Я просто ехал и заметил каких-то ребят у его дома. Билл Вифен живет по другую сторону дороги. И он знал, что Чака Кларка не было в городе. Сначала он подумал, что это воры, поэтому взял камеру и начал снимать. Мужчины и женщины, которых вы видите, члены сил совместной борьбы против терроризма. Там было много машин и больше 10 человек. В основном мужчины, но были и женщины. Я узнал их по значкам ФБР и сфотографировал, как они собирали ящики. Это были агенты ФБР и спецподразделения военно-воздушных сил. Когда Чак вернулся домой, он не сразу понял, что произошло. Странно. Очень странно. Работа, частная жизнь, безопасность. Всего этого как не бывало. На кухонном столе лежал ордер и список изъятых вещей. Посмотрим ордер на обыск. Роберт Хант из сил совместной борьбы против терроризма. Впечатляет. В доме все было тщательно обыскано. Они взяли детекторы, радиоприборы, дискеты и диски, записную книжку, фотоальбомы, письма, камеру «Олимпус». Они взяли монитор. Не понимаю, какого черта он им нужен? Какая информация может быть в мониторе? Слухи быстро распространяются. Посыпали звонки друзей и соседей. Привет. Хорошо, я понимаю, что кто-то из ФБР навестил меня. Нет, я еще не пропал без вести. Это будет сегодня ночью. То, что я делаю, им не понравилось, но в этом нет ничего противозаконного. Думаю, им не понравилось, что мы рассказали о датчиках вне зоны. Они как бы пытались сказать ему, оставь это. Я знаю, что могу себе позволить, а что нет. Я дыхожу до черты, но никогда не переступаю ее. Я не переступаю ее. Это их взбесило, но я не боюсь. Зная, что правительство плотно заняло с Чаком, команды специалиста по мерам безопасности Майка Джонсона и аудиоэксперта Боба Грова занялась своей частью миссии. Они находятся в 6 километрах от входа в тыльной стороне зоны 51. Они уверены, что органы безопасности их видят. Думаю, они сейчас нас слушают. И наверняка наблюдают за нами. Вот и изгородь, прямо по курсу. Они решили пройти вдоль ограды, присматривая за караульным помещением. Давай посмотрим, что там такое. Похоже, что прямо на изгороде установлен датчик. Это белая коробка. Посмотри. Органы власти прекрасно осведомлены об их приходе. Для меня этого более чем достаточно. Давай проверим другую сторону дороги. Мы все еще на границе. Посмотри, там ничего нет. В сотне километров они впервые увидели охранные силы зоны 51. Их часто называют камуфляжниками. Из-за их форм. Боб и Майк хотят посмотреть поближе, но один лишний шаг поставят под угрозу всю миссию. Сейчас не время рисковать. Не хочу закончить жизнь в тюрьме. Да, Майк и Боб совершают быстрое отступление. Вы увидите, как зона 51 оживает. Невероятно. Мы попадаем на территорию зоны 51 с мистером Икс. Абсолютная власть – это абсолютная коррупция. Две команды исследователей-нонконформистов преодолевают тяготы пустыни. Они бодрствуют 24 часа. И все это для того, чтобы приоткрыть завесу тайны места, существование которого до сих пор отрицается правительством. Надо было потренироваться. Чак и Гай поднимаются по опасной тропе к вершине пика Тикапу. В эту холодную ночь им пригодится телескоп и одежда. Первые 800 метров до гребня просто убийственные. Здесь легко оступиться. И чем выше, тем круче. Куда они направляются? Единственное место, откуда видна зона 51. Хорошо, мы на вершине. Боже, дух захватывает. Как думаешь, стоило сюда подниматься? Сложно описать, что я чувствую. Хотя мы здесь, на планете Земля. Ощущение такое, будто мы на краю другого мира. Там из пустыни выглядывает другой мир, который правительство прячет от любопытных глаз. Зона 51. Вижу какие-то здания, блестящие на солнце. А вот взлетно-посадочная полоса. Не верится, что я это вижу. Невероятно. Мы так долго этого ждали. Фантастика. Чак и Гай спешат разбить лагерь на вершине горы. Они прекрасно понимают, что раз они видят базу, их тоже видят. Они находятся в 45 километрах от базы, и остается надеяться, что телескоп и телеобъектив Чака позволят заснять деятельность зоны 51. Нам нужно 50-кратное увеличение. Да. Оба знают, что эта зона существует для испытаний секретной технологии, почти из области научной фантастики. Многие спекулируют на тему того, что там может происходить, на тему антигравитационной силы, святого Грааля и воздушного пространства, которое вот-вот станет реальностью. Полно рассказов об антигравитации. Я и сам кое-что видел. Например, предметы, которые медленно поднимаются и на несколько минут неподвижно повисают в воздухе, или поднимаясь в воздух, внезапно останавливаются или резко поворачиваются. Невероятно. Никогда не предугадаешь, что увидишь. Они проводят всевозможные опыты. Одетые как туристы, Боб и Майк располагаются, чтобы следить за деятельностью зоны 51. Они не могут увидеть саму базу, но Боб сможет следить за любыми перемещениями. Если там происходят какие-то феномены, они могут быть отмечены физически. Для этого есть множество техники. Например, если есть инфракрасное слежение, его засекут датчики, чувствительные к теплу, чуткие к инфракрасному излучению. Установив камеры, Боб и Майк готовятся всю ночь слушать. На вершине пика Тикабу глава команды Чак Кларк и авиакорреспондент Гай Норрис приводят телескоп в боевую готовность. Если что-нибудь случится, у них будут считанные секунды, чтобы успеть среагировать. Какая-то сегодня безлунная ночь. Шансов больше что-то увидеть? Потенциально да. Им не нужны лишние силуэты на фоне Луны. Так что чем меньше света, тем больше вероятность, что испытания будут. Сейчас почти два часа. Боб и Майк расположились прямо у границы базы. Высокотехнологичное радиооборудование отметит любую активность на земле или в воздухе на территории базы. Нас очень интересуют сигналы скачущего частотного диапазона, поскольку это диапазон федерального правительства. Он может быть 160-170 МГц. Но если это военная авиация, то он подскакивает до 225, даже до 400 МГц. Они слышат, что происходит в зоне 50. Боб налаживает частоту. Что это слышно по радио? Это охрана. Похоже, о нас. Возможно. Майк и Боб подозревают, что охрана зоны снимает их. Они проведут эту ночь на улице, чтобы проверить, не потревожит ли их легендарная команда охраны. Чак и Гай видят появляющиеся огни. Похоже, в 3 часа ночи начинается работа. За почти 10 лет, которые я провел здесь, все это сильно расширилось. Раза в два. Сегодня ночью на вершине горы стояла странная тишина. Но тут атмосферные помехи прекращаются. Боб пытается поймать частоту. Здесь есть военные самолеты. В воздухе повысилась частота. Это указывает на то, что там что-то происходит. Что-то движется с огромной скоростью прямо к Гаю и Чаку. Мы увидели яркий свет в небе за пределами слышимости. Невероятно. Это все еще здесь. Кажется, оно движется на север. Интересно. Я кое-что видел. Я видел это? Такое яркое, да? Все указывает на то, что это самолет с направленным на него светом. Гай надеется, что Чак успеет все заснять. Но тут небо над зоной 51 темнеет. Взлетная полоса погружается в темноту. Следующим утром полеты продолжатся. О, это МИГ-29! Боже, это МИГ-29! Отлично! Мистер Икс показывает нам свою базу. Это не обычные военные воздушные силы. Они рангом выше. Майк Джонсон подбирается слишком близко к истине. По его реакции я убедился в том, что он там работает. Пол шестого утра. Как только расцветает, Чак и Гай берут телескоп, чтобы бросить последний взгляд на базу, перед тем, как все не заволокло туманом. Там слева за холмом контрольно-диспетчерский пункт. Сверху видны только метров пять. Да, точно. Похоже, самолеты сейчас слева. От этой дорожки. Майк и Боб продолжают наблюдать. Вот оно. В 50 метрах в воздухе зона 51 оживает. Гай тоже слышит. Такое чувство, что что-то опять в воздухе. Это мог быть бомбардировщик Б-2. Обычные воды заправляют на восходе. Пару часов он остается в воздухе. Гай не верит своим глазам. Б-2 не один, а в хорошей компании. Это же МИГ-29. Отлично. Он летит в нашем направлении. Пусть холодная война с Советским Союзом уже закончилась, здесь, в зоне 51, борьба продолжается. Они готовятся к встрече с Чаком и Гаем там внизу, в долине. Где они не удивились бы. Встреть там и охрану. На карте осталось только одно непроверенное место. Если я все правильно понял, главные ворота должны быть километров 15 отсюда. У того холма. Пока они подъезжают к официальному входу, Майк напуган тем, что виднеется в зеркале. К ним подъезжает огромный автобус. Темные стекла, чтобы защитить или спрятать пассажиров. Он едет к месту работы на базе высшей секретности. Не может быть. Автобус даже не замедляет скорость. Да, думаю, автобус ехал со скоростью 45, может, 145. Готовясь к 24-часовому выходу, Майк Джонсон недели проводит на посту. Его цель работник зоны 51, который впервые расскажет о жизни на базе. Меня, как исследователя, поразило, как им так долго удавалось сохранять полную секретность. секретность. Шаг 1. Сколько людей там работают? Как они попадают на эту базу? Зона 51 Зона 51 находится в 225 километрах к северу от Лас-Вегаса. Ходили упорные слухи о тайной авиалинии Дженет Эйр, по рабочим дням отвозящей работников на территорию базы. Название по легенде расшифровывается как просто еще один несуществующий терминал. Но как бы он не назывался, теперь нет ни малейшего сомнения, что он есть где-то здесь. Международный аэропорт Маккэрона и терминал Дженет находятся в западной части. Это секретное место находится рядом со взлетной полосой Лас-Вегаса. Единственное, что указывает вам на местоположение, это табличка «Осторожно, не входить», «Объект безопасности». Но что это за объект, неизвестно. Это, что называется, прятаться при свете дня. Во время слежки первое, что бросается ему в глаза, что отсутствует у самолетов. На самолете нет никаких отметок. у всех самолетов на хвосте есть номер, кроме военных. Это указывает на то, что это частный самолет. Опыт ему подсказывает, что эти самолеты принадлежат ИДЖИ-ИДЖИ, крупному управительственному подрядчику. Один из самолетов Дженет только что совершил посадку и вот-вот взлетит. Они явно не оставляют их здесь надолго. Они садятся на посадочную полосу и сразу взлетают. Каждый день сотни мужчин и женщин проходят через эти ворота по дороге на работу в зону 51. Мы видим, как въезжает машина. Вот вышел охранник, водитель показывает какое-то удостоверение. Охранник пытается понять, что я делаю. И он смотрит, как я наблюдаю за ним. Сейчас Майк на общественной собственности. Но ему стоит побеспокоиться, охранник не спускает глаз с его машины. Я привлек его внимание, он знает, что я здесь. Самое время проверить систему безопасности. Но он может поставить под угрозу всю проделанную работу. Белая машина от охраны терминала Дженет следит за мной. А вот отделение полиции Лас-Вегаса смотрит за мной. Будет весело, если ко мне все-таки не подойдут и не спросят удостоверения личности. Цепочка сужается на земле и в воздухе. Я слышу вертолет. Лучший способ продолжить исследование это смотаться как можно скорее и вернуться, когда все затихнет. 24 часа подходит к концу. Прохода нет. Майк Джонсон идет по горячему следу фронтовика из зоны 51. Пришлось рисковать жизнью, чтобы сохранить это место в секрете. Время заканчивается, но Майк и Боб знают, что они уже близко. Я вижу оранжевые отметки там на холме. Вот где Чак проводил границу. Там какие-то датчики. А вот и граница. Да, приехали. это простая дорога одной из самых защищенных мест на планете. Там на вершине холма датчики. Тех, кто пересекал эту линию, арестовывали, допрашивали, отбирали камеры, телефоны и даже одежду. прохода нет, не фотографировать. Да, лучше не стоит. Неужели никто из сотен людей, работающих в зоне 51, никогда не раскрывал информацию? Чем им угрожало правительство? Проводя расследование, Майк узнал адреса и прошлое людей, паркующих свои машины у аэропорта в Лас-Вегасе и летающих на секретную базу. Пора сделать следующий шаг и все выяснить. Из ворот выезжает машина без номеров. Возможно, это последняя возможность. Я несколько дней следил за ним. Я смог разузнать, кем был владелец машины и закономерно предположить, что он там работал испытателем. Майк больше, чем когда-либо намерен вывести на чистую воду того, кто приоткроет тайны зоны изнутри. С Майком на хвосте машина выезжает на скоростную дорогу. Начало многообещающее, преследуемая цель отдаляется от охраны, а значит больше шансов, что он заговорит. Я не представляю, как подрядчик или государство давит на них. Такое чувство, что они передали им свои жизни. Удивительно, как все это оставалось в тайне. Пробки замедляют погоню, на какой-то момент Майк теряет свою цель из виду. Машина где-то в 50 метрах от меня. Наконец, ему удается снова найти черную машину. Он петляет, чтобы оставаться достаточно близко и больше ее не терять, но в то же время стараясь не разоблачить себя. Этот парень едет все время по первой полосе. Посмотрим, удастся ли мне уследить за ним. Преследование перемещается со скоростной дороги на улице города. Похоже, оно завершится в этом тихом пригороде. Эти люди обычный средний класс, его верхушка. Они живут с вами по соседству, они родители лучшего друга ваших детей. Просто у них сверхсекретная работа. Посмотрим, что будет. Я просто постучу в дверь. Кроются ли ответы на вопросы Майка за этой дверью? Будет ли это достойным вознаграждением его трудов? Меня зовут Майк Джонсон, я исследователь. У меня нет никаких проблем, но твою машину засекли на терминале Дженет, и надеюсь, мы с тобой поговорим о зоне 51. Без комментариев. Закрытая дверь. Его реакция показала, что он там работает. Наверняка он работает там. И не собирается говорить об этом. Политика полной секретности правительства кажется непреодолимым препятствием. Но Майк терпелив. Как никогда он намерен найти кого-нибудь, кто поговорит с ним. Я собираюсь раскопать что-нибудь и найти недовольных работников, которые хотят заговорить или признать, что они работают на базе. Майк Джонсон возвращается в Лас-Вегас, чтобы разузнать что-нибудь о работниках зоны. Полученные сведения привели его в отель. Если информация верна, то бывший работник зоны 51 должен ждать его наверху. Я работал в зоне 51 где-то 14 лет. Восьмидесятые и начале девяностых. Повезло. Мужчина, очевидно, готов говорить. Его имя не будет озвучено, а его лицо и голос изменены. Многие рисковали жизнью, работой, чтобы сохранить это место в секрете. Майк часами следил за прилетавшими Дженетт из зоны 51. И вот есть кто-то, кто летал туда по пять дней в неделю. Ты приезжаешь, паркуешься, идешь на аэровокзал, показываешь багаж, чтобы убедиться, что там нет магнитофона или камеры. Мистер Икс подтверждает точность трехмерной модели Чага-Кларк. Это база, на которой он работал. Она абсолютно верна. Все правильно. Мистер Икс говорит, что вся жизнь и работа на базе наполнена страхом. Меры безопасности для персонала гораздо жестче, чем кажется со стороны. Если ты звонишь домой, надо быть осторожным, говоря с женой и детьми о том, где ты, когда ты можешь вернуться и как поедешь домой. Для чего нужна такая секретность? Это испытание самолетов. Ничего более. США разрабатывают проекты, которые испытывают и утверждают или нет. Но, по словам мистера Икс, зона 51 не похожа на другие базы военно-воздушных сил. Это необычные военно-воздушные силы и отношение людей к работе иное. Да, мы не регулярные военно-воздушные силы. Мы выше обычных ВВС. Он говорит, что владельцы зоны 51 постоянно рискуют жизнями собственных работников. Абсолютная власть. Это абсолютная коррупция. Эти люди ведут себя, как будто наступил апокалипсис. Ничто их не сдерживает. У них своя собственная миссия. Более того, мистер Икс говорит, что с каждым, кто бросает вызов этой миссии, быстро расправляются. Один человек выразил сомнение, что люди возможно подвергаются воздействию токсичных химикатов. ему сказали, что проект в самом разгаре и нужно ускорить его завершение. Подобная информация не касается работников, и когда он запротестовал, его уволили. Его сняли с базы. мистер Икс прекрасно знает, как опасно болтать, но говорит, что если правда не выйдет наружу, из-за коррупции придет конец военной деятельности базы. Думаю, этот вопрос стоит обсудить в Конгрессе. Чак и Гай голодные и усталые после крутого спуска. они не были уверены, что ускользнули от охраны, пока не добрались до места встречи. Тем временем камуфляжники сидят на возвышении и наблюдают за Майком и Бобом. Они не военные, это частные охранники, нанятые, чтобы не подпускать никого к зоне 51. Вот в чем дело. Мы его цель. за нами сейчас кто-то наблюдает, слушает нас прямо сейчас. Он, наверное, смеется надо мной, говорящим о нем. На каналах безопасности слышна явная активность. Хорошо, думаю, мы увидели все, что хотели, и у меня нет желания идти дальше. Они знали, что охрана уже на готове, что пришло время уходить и встретиться с Гаем и Чаком. Ну что, ребята, вы устали так же, как и мы? Хуже. Исследования команд доказали, что зона 51 полностью функционирует. Радио активировалось, готовясь к действию. У нас был отличный вид на базу. Невероятно для такого расстояния. Если то, что говорит мистер Икс правда, то люди вроде Чака, Кларка и его команды могут надеяться на реформирование военной базы, где абсолютная секретность стирает грань между фактом и вымыслом. Мы последняя оставшаяся сверхсила. И секретность и сама зона 51 разрастается в последние годы. Стоит задаться вопросом, почему? Зачем окутывать зону такой секретностью? В целях национальной безопасности? Или это просто прикрытие для более мрачных делишек? Так или иначе правительство не заговорит. Совершите путешествие в пустыню, подойдите к территории зоны 51 и посмотрите за изгородь, куда запрещен проход. Если вы хотите ответов, то Чак и его команда скажут вам. Правда здесь. Продюсер Гэри Бенц, автор сценария Джефф Кауфман и Лоуэлл Гудмен. Фильм озвучен по заказу ТВК Рамблер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин